добрый день ну мы снова в красной ниве и сегодня со мной вот здесь мой приятель ну и многие знают что это человек который привозил нам в теплицу много очень растений своих путешествий это алексей куприянов вот теперь здоровый да значит сейчас опять скажут что я не даю ничего сказать значит для чего здесь со мной стоит алексей я сейчас объясню я много раз говорила что я не знаю название многих растений даже то что приходит с этикетками и я выставляю я потом как-то не очень акцентирую на этом внимание алексей как человек науки он более тщательно к этому подходит и любит название они только растения поэтому сейчас начнем рассказывать про какие-то хое алексей если вы знаете название вы нам говорите если не знаете но ничего тоже страшного я думаю что наши зрители они тоже далеко не все знают поэтому но если знают то и хорошо да да значит с чего начнем еще нам начать то с новых или с того что у нас было снова но опять вот это же у нас уже не очень новая да ну давайте сначала расскажем вообще ахо их да как за ними ухаживать у вас дома растут хое у меня ой мало наверное не знаю несколько штук у меня растет хое макрофила вот это вот варигатная у меня растет хое ваете я не знаю есть там а у вас нет как выглядит длинник такими листики но у вас должна темный темные длинные листики варить варить еще какая-то хое который я привозил и из своих поездок а ну конечно да да имбриката имбриката вот у нас тут хое имбриката тоже вот она сидит у вас она как растет в горшке или на она у меня растет на плантере на блоке на кокосовом палочке все-таки лучше посадить на на палку или вот так вот речь она делает она хочет что-то она же должна быть ползти по стволу или по какой-то сухо то ей не сухо конечно но сухо вот этому листику а листику да здесь она может быть уже и не берет воду поэтому ей хочется с поверхности брать домик сделать для муравьев там же муравьи должны жить да ну в общем здесь уже что-то переплелось удобнее все таки либо по какому-то мху почему-то идти судя по всему ну ладно это мы посадим мы сейчас покажем эту хое как это самое значит если хое не такая специализированная как вот это муравьиная в принципе основные условия и содержание условия много света насколько возможно и очень аккуратный полив дренированная почва хороший дренаж потому что хвою очень легко залить они небольшой горшок потому что корневая система тоже не очень слабая вот и все свет больше ничего не надо ну да свет и очень умеренный полив маленький горшок да грызть да а вот смотрите вот этот темный лист это не то про что вы говорили вот видите какой длинный темный лист небольшая но теперь немножко значит о новых сортах ну во первых вот это у нас новый сорт сейчас мы найдем тоже этикетку вот она считаете но муляриоиды но молитва подобно да но муляриоиды это потому что ну листья вот такие виде монеток и они даже какие-то слегка с пушком и мне чем нравится это ходит тем что она все таки вот так густенько растет кустом потому что вообще ухо и у многих у них есть очень такая неприятная привычка если допустим ну собственно говоря как у этой имбрикаты вот не нужно прицепиться и она дает очень большой длинный голый побег да без листьев и если вот допустим вот так взять закрутить в горшке то она может укорениться и уже на этом месте ищет до себе найти благоприятные условия и не находя их пытается дальше расти тот побег поэтому конечно нужно пытаться ее к чему-то либо прислонить либо как-то подвесить чтобы она может быть была ампельной тогда это может быть меньшей степени будут эти длинные побеги ну да ну а вообще конечно вот они вот такие безлистные длинные побеги и мне тоже кажется когда-то задавали вопрос вот что с этим делать но вот этот побег кстати надо показать помнишь когда ты показывала как черенковала его вот просто вот такой вот безлистный побег вот он пошел надо показать найти это растение что там уже появились почки и начали листья образовываться так значит вот это чем она мне нравится тем что она не дает голых побегов и такие у нее пушистые да такие прям бархатные листочки да очень симпатичная вот она у нас уже цвела ну как у любой ходит такое соцветие такое поникающие люстрочкой такой тоже вполне симпатичная ничего такого выдающегося но симпатичная так еще что у нас здесь вот кстати вот тоже это на что вот ведь вы все знаете и без этого и без этой этикетка она вас просто поддерживает в вашем знании ну мы уже говорили неоднократно что хои и дисхидии очень близкие два рода значит вот я говорю о том что многие хои похожи на дисхидии вот смотрите вот например дисхидии вот она да и у нас есть очень похожие таки а вот это хоя и вот это хоя да и можно еще найти дисхидии о волоте вот прям около тебя вон в горшке смотри вот у тебя висят две хои вот дисхидии вот то есть конечно же без специального какого-то знания или исследования или мы когда видим цветение потому что дисхидии другое абсолютно цветение вот сказать очень трудно что это вот так что если допустим вам попадается какой-то экземпляр будьте внимательны уход за ними примерно один и тот же но в принципе это растение разный вот это например хой вообще все кто видит говорят это дисхидии а на самом деле это вот пришла из ботанического сада да да и все знают что это вот так что так что вот так ну значит еще вот такие мелколистные тоже хойки это тоже до из интересная ага но тоже да вот цветковые да 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 значит она вас цвела не не цвела еще не флора значит на цветковой да да ну наверное ну то есть вообще вот знаете тоже я вообще не поняла даже я даже вот вот я тоже сначала подумала что это вообще и не хоя не дисхидии а вот скорее какая-то колумны и но тем не менее это нам привезли из ботанического сада питера добин вот и и листья ведь такие жесткие да очень симпатичная вот такая вот штучка вот что еще у нас здесь есть ну макрофилу мы показывали много раз ну я считаю что она одна из самых красивых хой потому что это большой такой рельефный лист вот видите вот с таким вот белым краем вот даже вот здесь например даже желтоватый вот летят да да это тоже растение недавно пришли и соответственно соответственно только пошли в рост вот видите вот такие новые листья конечно очень симпатично вот хорошо когда она дает до листья и не дает этого хвоста вот так что еще мы можем показать подождите сейчас что-то я вспоминаю еще у нас было а ну давай вот это давайте вот этого ребят мне это покажем да вот такую вот вот можно а вот это более более удачный такой вариант холскиана 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 вот тоже вот тоже из новых из мелколистных хой вот хой вообще хороши мне кажется и мелколистные потому что такие маленькие штучки да симпатичный да да и с большими листьями они тоже очень интересные прям вот есть огромные листья ну что-то мы вот одно расчинниковали вот этот не знаю как он называется вот этот большой зеленый лист и вот это что такое он переплелся это что-то мне наталья по моему приносила пушистый да 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 вот 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 такой прям прекрасный огромный лист и он такой тоже рельефный какой-то ага вот да поэтому вот и из нашего этого рассказа конечно вы можете да хой с цветными листьями тоже очень много вот тоже очень интересная хоя какой-то гибрид причем дорогущий мы его покупали у одного любителя прямо за какие-то бешеные деньги вы видите вот такой вот серебряный цвет тоже очень красиво то есть они чем хороши они очень разнообразны по размеру листьев по цвету по длине по соцветиям есть такие пушистые какие-то красивые соцветия но в общем в общем мы хой любим да да вот поэтому есть у вас есть возможность конечно дома завести хою я думаю что это будет прекрасное дополнение к вашей вообще коллекции растений ну и и тем более что многие вот такие вот типа эмбрикаты они конечно очень интересные ну вот еще около тебя висит волос хой вот это как называется миниарис да очень интересная она цветет вот такой побег с пушистыми узкими листьями а на концах образуются такие соцветия да то что ли для хой но хой тоже очень чувствительна перерыва но да очень до светолюбивая и маленький горшок и очень аккуратный парень когда цветет просто вот эти вот на концах побегов когда много побегов спускается и на каждом конце побега такие люстрочки очень интересно а вон так как называется кстати вы как ритуза ритуза да но это все не новые какие-то виды они были и давно были но как все растения что-то становится модным как сейчас вдруг такой бум на цветные филадендроны вообще народный так и хое вот вот сейчас вот так вот ну вот еще хое вот тоже посмотри вон горшок вот некрупные эти щитковые соцветия такие яркие и сама хой не крупный но при этом очень декоративно много лет она растет ну вот так что до хой много выбирается просто на любой вкус и соответственно выращивайте тем более что я бы сказала это все-таки одно из немногих комнатных растений которые в домашних условиях цветут на свету да да если будет на окне она должна быть только на окне и можно даже вот я помню допустим у моей знакомой одной у нее много хой она их пускает прямо вот у нее там по окну вот чуть ниже карниза прям проведена такая несколько таких струн на которых вот они ползут и прекрасно цветут так что выращивайте хое выращивайте они вас будут точно радовать своим цветением поэтому если какие-то вопросы есть задавайте но в принципе вот все что по уходу можно было сказать мы сказали так что всего вам хорошего ну и до новых встреч всего доброго до свидания и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот так на палку намотала Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»